1 сентября в средствах массовой информации появились многочисленные сообщения. Нормы русского языка изменились. Брачащийся, договор, кофе среднего рода, карате с окончанием «е». Новые правила люди восприняли как единственно верную норму. Томские лингвисты к изменению норм языка относятся спокойно. Язык меняется, и это естественно, считает Татьяна Банкова. А появление новых норм не исключает употребление старых. Я всегда студентам говорю, пользоваться отточенными нормами — это особый шик. Когда ты понимаешь, что твои нормы безупречны, ты весь безупречен, но это как составляющие имиджи. Помнишь, Москва слезам не верит, когда она ее в профессорские дочки тянула, она говорит, ну, Даринь, ты делаешь правильно. Понимаешь, это был критерий имиджа профессорской дочки. Студенты филологического факультета ТГУ мнения преподавателя разделяют. Мы, ну я так обобщу, я и мои однокурсники, мы все-таки будем следовать той норме, которую нам дают в университете. Поэтому, если она изменится через какое-то время, мы будем следовать тому, чему нас все-таки научили. В новый список словарей, содержащих нормы русского литературного языка, попали всего несколько изданий. Томским лингвистам хорошо знакомо лишь имя автора грамматического словаря Андрея Залезняка. Остальные имена нашей научной общественности мало что говорят. Эти словари неизвестных авторов, они просто, ну так сказать, на поверхность вышли и стали буквой законно. В томских школах новые словари покупать не спешат. О том, что какие-то изменения произойдут в нормах произношения и написания, я узнала буквально накануне, едва ли не первого сентября. Никаких документов я не видела абсолютно. Поэтому какое-то серьезное отношение по этому поводу своего высказать я пока не могу. Изменения языковых норм коснутся не только преподавателей. Государственные служащие, публичные деятели и политики должны будут сверяться с новыми словарями. И это в их же интересах. Еще в начале лета в Министерстве связи и массовых коммуникаций России собирались внести поправки в закон о русском языке. Согласно этим поправкам, за неграмотную речь в теле и радио эфире чиновников и публичных людей будут наказывать рублем. Идут сегодня плановые задачи, которые каждый день по полдня сегодня ставятся и они решаются. Чтобы свет над нашим городом Томском наконец-то заблестал в таком натуральном свете, а не во лжи. Отчеты дают одни, а результат при морозах совсем маленько другой. У нас растет рост членов. Эта ситуация, она могла бы не быть бы, конечно, но мы сделали из этого.